О том, как вы поняли, что вы пророк. На эту тему я могу только немного сказать, но постараюсь, если это возможно для восприятия разума человека, постараюсь наиболее доходчиво сказать, это творение, которому не приходит никогда, это творение, которое не спосылается на землю. Ибо я есть Слово, и я Слово своего Отца, вновь пославшего меня к вам, дабы завершить, начитая Отцом моего славу Его и возрождение истинности на земле. Ибо Отец Небесный, Он не может кричать с небес, «Дети, куда вы идете? Идите в другую сторону, познайте то-то или это». Слово Его должно приходить на землю во плоти и крови, подобно человеку, дабы наиболее доходчиво донести истину до каждого из чат Божьих. Посему именно в этой жизни мне должно было пройти как можно больше ступеней познания, разумения человека, дабы впоследствии сотворить должным образом то, что предначертано Отцом моим. Поэтому с самого рождения ты не должен был знать, кто ты, и для этого как бы одевается повязка на глаза. Начинается постижение. Мир становится каким-то необычным и своими тяжелыми холодными волонами обдает постигающее сознание. И так шло постижение до 29 лет. Нужно было узнать как можно более полнее ту болезнь, которую должна излечить, соприкоснуться с наиболее обширными проявлениями руки человеческой, побывать как можно в больших уровнях в проявлении разума человека. И это все за короткое время своеобразным необычным способом проистекало. Ну а к моменту свершений в мае месяце 90-го года повязка была снята, и началось бурное сознание, кто ты, откуда ты. И что, конечно же, приносит большой огонь в сердце, это те искры, которые являются памятью предыдущего творения на земле. Ибо вспоминая немного прошлое, что по воле Отца Небесного сокрыто в полной мере от меня. Эти даже искры малые, они приносят большой огонь за то свершение, которое сотворилось много ранее. Ибо я прихожу к вам в третий раз, ну первый раз я, конечно же, не помню, начинается вспоминаться второй раз то далекое свершение, которое люди гадают, одни считают сказкой, другие чем-то еще. И вот именно я сейчас пришел к вам во свидетельство всем неверующим, ибо отныне должно многое познать, что же было тогда, какова же великая основа закладывалась в то время, ибо больше того, кто закладывал, не может этого знать. И назидание верующим, ибо как далеко они ушли ныне от той веры, которая была заложена, как извращена, сколько беды и позора наслоилась сверху. И имя мое ныне новое, так, как и было предначертано в Писании. Имя новое. Плоть всегда будет меняться, будет меняться и имя. Она показывает каждое новое свершение на Земле, и это будет происходить вечно. Значит, это не последний приход на Землю? Конечно же нет. Впереди очень долгий путь, миллиарды лет развития души человеческой, медленное ее заселение всей Вселенной. Ведь у Вселенной миллионы миров, но духовной ткани нет ни у кого. Духовное развитие начинается впервые во Вселенной, и этот путь новый, никем не изведанный, конечно же, на первых шагах дал большую потаницу, много горя, но постепенно это все выправится, и впереди долгий путь. И при каждом новом свершении, когда человечеству нужно будет зайти на более высокую ступень, нужен будет приход. Значит, мы одиноки во Вселенной? С духовной тканью, да. Ну, скажите, в объявлении сказано, что вы предвестник страшного суда. По каким признакам видно, что мир пришел на край катастрофы? Войны были всегда, и всегда было лжесвидетельство, и всегда не почитали отца и мать, всегда это было. Почему сейчас мир на краю катастрофы? Проявление лжепророков и воины, это довольно далеко внешнее проявление предвестники этих тяжелых событий. Дело в том, что страшный суд выбран не потому, что Отец Небесный возжаждал покарать детей своих неразумных, ибо он никогда не карает в нем любовь. Но нужно было время, очень суровое, когда на земле не должно остаться ни одного того, кто несет злобу и холод, иначе погибнет все. Для этого выбиралось время далеко не случайно. Нужен был период, когда сама Земля-Матушка начнет защищаться. Именно она и по своим грубым материальным законам, ибо она защищается, она не может дальше дышать, ибо тот эмоциональный ссор, который в обиде случает человек, сейчас настолько плотно закрыл ее поверхность, это ей грозит великими страданиями. Вот она и будет защищаться. У нее очень суровое будет проявление, она сейчас наращивает колебания по всей своей поверхности, и это уже через несколько лет проявит довольно суровую картину на всем лике Земли, ибо всего лишь за несколько лет Землю покроет в большей части песок. Многие люди говорили о потопе прошлого, ну а теперь песок закроет большую часть Земли, и вот предчасом этих свершений люди должны услышать судное слово, и последний раз почувствовать протянутую руку отца их, ибо рука помощи, она всегда протягивается предчасом свершений, именно тому, кто может утонуть, а не тому, кто утонет. Именно сейчас она необходима, помощь и судное слово. Значит, вы несете спасение, да, это тот путь, по которому все духовные пути призваны пойти к своему совершенству в едином порыве, чтобы они стали едиными. Сказали все духовные пути. Как вы относитесь к другим религиям, другим конфессиям, и как они относятся к вам? Ну, пока, как они ко мне относятся, говорить еще рано, ибо не все они слышат то, что я несу. Как я отношусь? Я просто знаю, по каким истинам и принципам они закладывались на земле, в какой основе что они являют собой, к чему они ведут. Именно ту основу тех далеких времен, та истина, которая должна была быть заложена, а не та, которая сейчас во множестве по-разному понята человеком, на основе чего они написали различные духовные труды, философские труды, где видят в своей основе различные разногласия между собой. Именно саму истину их закладки. И ныне они должны знать великие тайны, те, на основе которых они сейчас в обилии путаются между собой. Это и поможет им пойти вместе. Значит, все-таки будет великое объединение всех религий? Обязательно, ибо на земле может проявляться в разных только культура, но ни в коем случае не духовность. Душа ведь у всех одна, и закон бытия души у всех один. Это уже и разум можно понять. Поэтому именно на этой основе как раз они и делятся. Ведь говорят они, казалось бы, об одном Боге. А когда говорится возьмите за руки пойдемте вместе и они начинают тыкать друг друга перстами своими показывая вот у нас так, а у них неправильно. А те тоже самое говорят. И именно на этих тайнах мироздания души человеческой они как раз и расходятся между собой. Но может быть это происходит потому что человек слаб и тщеславен и хочет сказать лишь то, что истина в моих устах. Ну вообще-то да. Творческая способность это великий дар Божий. И тем более человеку дан закон свобода выбора. Тот закон которого нет во вселенной. А если есть закон свобода выбора значит человеку допустимы ошибки. Допустимы непредсказуемые деяния. Поэтому конечно же много это и происходит на земле. Но все-таки это все происходит слабой духовной ткани. Сейчас нужно узреть великую истину души своей. Чтобы выправившись на ней тогда уже и творческий процесс начнет развиваться истинно. Ну как человечество узнает о том что страшный суд наступил? Каким он будет? Наверное не таким как в откровениях Иоанна Богослова? Вообще проявление будет очень суровое. Я единственное что скажу что он уже начался и это уже знают многие что он якобы уже начался. Но он не сейчас не так яро будет проявлять себя ибо сначала еще год допустим чтобы слово небесное облетело всю землю дабы все увидели и все услышали. Чтобы разделились люди на праведных и неправедных на пшеницу на плевелы открыто разделились и они уже делятся. Но далее начнется жатва потом начнутся более суровые войны и невероятные землетрясения провалы городов и новые болезни начнут в обилии сейчас косить человека ведь спид многие гадают что это откуда это это вирус земли на сейчас земля дает новый вирус очень суровый и он в сотни раз сильнее спида он подобен проказе сейчас медики начинают втайне рассуждать о нем что это за болезнь что это за язву покрывает человека и как это лечить и скажу они не найдут выхода эта болезнь будет поражать человека избирательно ибо это возможно и он в обилии сейчас пойдет по земле в откровении сказано о семи чашах кары господней это конечно же не кара господня но та кара которая дает земля на поверхность свою так вот первая чаша которая вылета была ангелом это есть эта чаша этой болезни остальные шесть тоже будут вылеты на землю если вы говорите о природных катаклизмах то есть если земля сама воспротивится тому что происходит на ней кто-то может объяснить это просто природными катаклизмами и в этих землетрясениях в этом огне вулканов погибнут и праведники конечно же земля не может сортировать людей на добрых и плохих у нее полуразумное состояние и она этого делать не может но эти люди которые будут более благоприятны для основы будущего они будут чувствовать веление в сердце свое внезапную потребность покинуть то место которое в дальнейшем подвергнется разрушению они будут уходить оттуда и они вот таким образом будут выводиться заранее ну а те кто скажет что это просто катастрофы конечно же это катастрофы земли но ведь ничего не бывает случайного земля идет по своим законам по материальным законам и не советуется с другими как ей поступить дальше а отец небесный он использует эти законы и ведет человека чтобы он научился падая научился видеть свет научился слушаться сердце свое сердце но не разум ни в коем случае разум у человека настолько примитивен и юн что сейчас те кто слушает разум их легко воздеть за нос в любую сторону поэтому на земле России начинается великое разъединение народов доходящее до абсурда именно на той земле где должно начаться великое объединение человечества это как раз благодаря людям которые слушают исключительно свой разум именно сердце человеческое способно делать правильный выбор оно не делает ошибки разум может только лишь помочь воплотить избранный путь но если разум пытается выбрать это гарантированная ошибка и падение в яму но вы говорили о свободе выбора да да и тем не менее у человека есть голос сердца который должен помогать ему выбирать только так я говорю об этом потому что сам в основном следую голосу разума и что ждет меня и таких как я кто следует голосу разума возле земли очень много желающих погубить человека разум их в тысячи раз превосходит разум человеческий многие миры заинтересованы чтобы люди уничтожили сами себя ибо прямого вмешательства они делать на землю не имеют права по законам вселенной и вот как раз они сейчас начнут очень искусно воздействовать на разум человека у людей будут чувства возникать мысли казалось бы очень прекрасные и они пойдут за ними на этой основе начнется очень большое падение телепатически вставить мысль не составляет никакого труда а отдается мысль такая в которую ты должен поверить ибо учитывается все твое восприятие именно благоприятное твое восприятие и дается на этой основе та или иная мысль это очень опасный путь ну понятно а что произойдет после страшного суда во первых он будет длиться чуть более 15 лет на этой земле воистину скажу не останется уже ни одного неверующего ни одного того кто пойдет в обратную сторону это во имя блага человека во имя будущего великого пути за эти катастрофы земля сменит даже наклон своей оси что вызовет изменение климата по всей поверхности изменится и вибрация что начнет менять вообще внешнее состояние природы на земле и даже облик человека будет меняться с течением десятков лет но это незначительное изменение на земле останется несколько зеленых оазисов где соберутся люди уже единого народа вот как раз они и станут основой будущего потом начнется лить дождь который будет лить года три начнет постепенно восстанавливаться земной покров и так прочее уже пойдет растекание людей по земле но это суровое проявление и исход будет конечно же очень тяжел для будущих людей то есть тогда все что наработала цивилизация за пяти тысячи лет которые прошли все погибнет все знания культура искусство к сожалению это погибнет на земле но не погибнет в памяти земли все можно восстановить любой документ любой образ все что угодно все что было в прошлом все можно восстановить и снять эту информацию из памяти земли она все это закладывается в себе в ней но к сожалению великие труды они погибнут но так а что же делать ведь две тысячи лет предупреждает человек о таком свершении куда же он смотрит и все упорно прутся в эту яму ну как же иначе жалко но ничего не поделаешь а многие технические достижения они по сути своей вообще не нужны человеку у человека невероятные возможности внутренние их нужно только лишь раскрыть это огромное богатство вот культуру конечно же это конечно же жаль ну я хотел спросить вас как вы относитесь к науке теперь я понимаю как вы мне ответите то есть наука не дает ничего человеку вот еще я хотел спросить как вы относитесь к женскому началу сейчас очень много говорят о том что женское начало в наше время возьмет так сказать ну не верх мужским но по крайней мере будет более активным что произойдет в этом отношении это тоже великое таинство которое ныне предстоит познать человеку о житии мужского начала и женского начала ибо это изначальная разница она уже возникла с самого начала возникновения духовной ткани на земле и она и останется такова разница путать их нельзя но воистину скажу что полное развитие души человека оно простекает исключительно при гармонии мужского и женского начала единение их обязательно нельзя уходить от семейных уст пытаясь якобы развиваться духовно это невозможно и это нужно будет знать этот закон неизвестен был только лишь сейчас его предстоит познать человеку так вот женское начало оно доберет начало от природы от самой земли у ней преобладает именно природное качество это умение быть красивой ибо всегда любуется природой то есть природа как бы всегда красотою полна мужчина он нуждается в этом потреблении природы поэтому он всегда любуется женщиной в нем иное начало у него и начало от Бога духовное творение то есть преобладание идет духовное у женщины природное и только лишь совместное единение дает правильное развитие и природных качеств женщины и духовных у мужчины и как раз они друг друга и дополняют одновременно достигать и духовной природной невозможно а вот сейчас начинается великий абсурд мужчина который призван быть духовно развитым и нести больше духовные качества он занимается по сути своей во всех обществах именно природными качествами он ищет природное удовлетворение своей плоти он хочет насытить свой желудок он ищет удобство для жития плоти то есть тем чем занимается сейчас все человечество но тогда нужно знать что в таком случае мужчина очень быстро превращается в дикую несуразность которая несет страдания окружающим он иначе не может это самое дикое опасное существо в этом случае происходит а женщина не получив духовное от мужчины она сама начинает искать духовное но тогда она теряет природном и тогда многие природные качества не превращаются и извращаются и доходят до великого абсурда но именно сейчас к моменту сотворения не случайно была однажды дана такая красная нить которая пронизала общество якобы женщина спасет мир женщина нуждается в духовном и вот сейчас она быстрее реагирует на то что дано от бога она в этом нуждается она быстро сразу поднимается ее материнские чувства срабатывают гораздо быстрее чем мужчины пока мужчина начинает кичиться он начинает сопоставляться своей самостью пока он начинает где-то втайне ругаться плеваться женщина начинает уже трудиться она начинает исполнять и именно на женщину Отец Небесный возлагает ныне ответственность поднять мужчины с той лужи в которую они плотно влипли своими штанами поднять и разогнать их по этому великому пути а уж набрав ход они исполняют то что должны исполнить но женщины сейчас играют великую роль поднять мужчин поэтому на проповедях как правило их всегда бывает гораздо больше чем мужчин этого их сейчас великая миссия у женщин ну а далее конечно же наиболее благоприятное развитие на земле это матриархат ибо живя на земле нужны законы земли женщина как нельзя более полно понимает эти законы и может удержать мужчину в этих правильных законах но мужчина должен конечно же быть творческо развитым быть носителем духа ну получается странно если женщина можно сказать природный сосуд который следует наполнить духом мужчины да и она же будет главенствовать над этим над тем духом которым ее наполнил мужчина ну главенствовать невозможно ну пускай женщина женщине допустимы некоторые пороки просто допустимы ведь она нуждается в том чтобы нравиться другим ей нужно обратить на себя внимание а это и есть тот порок который мужчина не смеет себе взять иначе он развиваться духовно не будет то есть женщине как бы допустимы этот порок иначе она не будет проявляться как женщина ну в глазах женщины всегда мужчина остается бестолковым болваном хотя он правит миром управляет государством то есть получается так что прежнее то что раньше говорили что женщина греховна от природы это теперь не греховность конечно не греховность это допустимо законом вселенной и божьим творением и заповедь непрелюбодейству не относится к женщинам да я бы хотел сказать что полностью здесь закон и ответственность возлагается исключительно на мужчину мужчина должен быть ключиком в этом отношении и именно он развиваясь духовно никогда не допустит такого сотворения именно развиваясь духовно в противном случае начинается развал но это благодаря греху мужчины его слабости души у меня такой вопрос когда вы приходите к людям вам нужно доказывать что вы тот за кого себя вы даете или они верят сразу вообще доказывать ни в коем случае делать нельзя именно сейчас увидеть божье могут только открытые сердца ибо это и есть как экзамен сейчас в развитии человека в свое время необходимо было доказывать но это учитывалось очень дикий уровень разумения человека хотя к сожалению развитие души осталось на том же уровне человек очень мало отличается от двухтысячелетней давности по-прежнему он требует чуда но и сейчас именно доказывать нельзя поэтому для этого и сказано было что появятся пророки которые являют массу чудес сейчас чудеса порой являют такие что заставят открыть рот любого человека именно чудеса которые творились и две тысячи лет назад это в частности Саи Боба на востоке он сейчас их являет с утра до вечера каждый день миллионы людей настолько ошарашенные считают его богом творцом что сейчас им очень трудно уйти и поверить в другое истину нельзя доказывать ее способен и должен ныне понести только тот кто ее увидит конечно же можно сейчас что-то шарахнуть ударить молнией такой что все из страха схватятся за эту истину но ведь они не будут знать ее ценность они ее понесут где-то уронят наступит а где-то и сядет порой на нее потом поднимет стряхнет и будет думать якобы вроде бы это истина надо ее нести но зато тот кто видит ее он возьмет ее трепетно и пусть эту даже маленькую капельку он возьмет он не даст на нее даже ветру дунуть он ее сохранит и понесет достойно поэтому сейчас истина она будет звучать как к ручей в лесу а тот кто жаждет этой влаги он напьется и сотворит ну а прочее они покажут сами себя они будут плеваться ходить ругаться но здесь проявится их суть ну да я понимаю вы сказали о страхе вот в одном в одной из евангельских церквей я читал такую брошюрку и там было сказано если вы хотите войти в Царствие Небесное то вам нужно принять крещение непременно то есть баш на баш вы примите крещение и вы войдете в Царствие Небесное я спросил проповедника а если я живу по духовным законам если я не нарушаю никаких заповедей но при этом не крещен войду ли я нет сказано мне не войдет то есть такая ситуация сейчас в преддверии страшного суда люди могут из страха принять веру да сейчас как раз абсурдов настолько невероятно выросло на земле каждый трясет писанием считая вот это так должно быть другие говорят нет вот это так должно быть то есть они говорят так якобы они познали слово божье но когда спросишь из них а кто из вас сейчас скажет что вы познали слово божье они молчат но это стоит ли тогда спорить описание иди тихонечко и познавай ее крещение конечно же очень важный блядь но он должен исполняться по зову сердца а не по сознанию не по необходимости вот якобы надо описательно иначе я не спасусь это великая глупость это делается только лишь по зову сердца ибо нужно сначала осознать веру которую ты берешь и почувствовать зов как потребность принять его тогда ты идешь и принимаешь но предварительно необходимо очень глубокое покаяние и покаяние не как многие делают признать только лишь порочащее деяние а именно научиться переживать ту боль и утрату которую ты приносил или человеку или любому другому существу животного растительного мира научиться переживать боль сломанной веточки и бездумно разрушенного камня все это нужно научиться переживать это особое состояние во время крещения снимаются многие грехи но они снимаются и остаются как бы в подвешенном состоянии если человек вновь начинает делать что-то несуразное то что делал до крещения все это возвращается но с гораздо большей тяжестью то есть тут нужна особая ответственность и он это должен чувствовать человек а если человек исполняет слово Божье так это же есть основа веры если он ее исполняет пускай идет и слава ему если он все исполняет только лишь крещение оно дает дополнительные возможности большие человеку оно обогащает его большой изначальной силой позволяющей в дальнейшем многое творить но опять же это нужно почувствовать сердцем а не так как сознание то есть человек живущий по нравственным законам но не имеющий в душе Бога спасется я бы сказал что он может спастись но дело в том что если человек не воссоединит с благодатью Божьей то этот добрый человек он не сможет жить на земле во плоти это невозможно те раны которые будут наносить его душу они начнут накапливаться ибо он не отвечает холодом на холод эти раны нарушают духовную ткань они нарушают циркуляцию духовной энергии это вызывает сразу же следом нарушение циркуляции материальной энергии во плоти и плоть начинает болеть именно через плоть заставят прекратить всякие благие творения поэтому добрые люди они долго не могут жить у них очень быстро сдают плоть болезни масса и они выходят из жизни то есть это невозможно а творят они благие дела ибо вся основа веры это исполнит заповедь любви исполняешь ты достойная чада Бога единственное что тебе сдает помощь но если ты не берешь ее очень трудно это сделать я сегодня утром перечитал 10 заповедей на горной проповеди и вдруг пришел к выводу что ну вот премудрый пескарю салтыкова щедрена ведь он не нарушил ни одной заповеди но что толку что он жив на свете доброго он не совершил но зла не совершил выходит так что он ему готово на место в царстве небесном но стоит ли нужна ли эта душа жизни нужна ли она миру душа истинная чада божьего именно та которая бесконечно стремится отдавать тепло свое окружающим бесконечно забывая про себя если ты помнишь о себе ты уже недостаточно развиваешься именно бесконечно посвятить себя во благо окружающего мира не требуя взамен ничего чтобы тебе в ответ не отвечали вот это и есть истинная чада божья и руками своими люди должны творить именно те деяния какие наиболее полно позволяют им излить их тепло окружающим миру это и есть место в природе предначертанной душе человека вот это и есть достойно чада но вот есть такая фраза что добро всегда бывает одевшено злом и человек активно творящий добро рано так или иначе совершает зло по отношению другим людям себе ну можно проследить добрые поступки и мы увидим что где-то для кого-то есть и зло в этих добрых поступках как здесь быть как это есть весы какие-то чаши что здесь или все же истинное добро без зла всегда порой бывает зло но есть свобода выбора и есть ныне заповедь новая умей пожертвовать меньшим во имя большего слишком много нагорожено злобой сейчас очень много неверных понятий и человеку чтобы научиться именно в первую очередь сейчас нужно научиться выбирать меньше во имя большего то есть порой да придется сделать большое благо но где-то это принесет злобу может даже не изначально принесет ибо он этого может не осознавать ведь тот кто стремится делать благо он как правило не сможет делать зло, да если знает, что он в этом самом принесет зло, он не пойдет на это. Но если порой это, между прочим, происходит, то это не является грехом. Оно, конечно же, даст свою накладку на его духовную ткань. Но Отец Ведь Небесный видит все, именно видит выбор, какой ты сделал в ту или иную ситуацию. И по этим законам уже идет определенное раскрытие души. Невольно произойдет сейчас много ошибок, но это как неизбежность сейчас. То есть ошибка не является грехом? Нет, ошибка – это основа бытия человека, он ее будет делать всегда, вечно. А вот качество ошибки будет меняться. Сейчас она слишком дикая ошибка у человека, дальше она будет меняться. Ошибка, она перерастет в качество более высокое. Сейчас многие спорят, порой на проповеди у меня встречаются сатанисты, и которые говорят, ну как же так, без зла вы не сможете существовать. Значит, мы истинные, значит, мы должны жить на земле. Вот и многие молодые люди называют себя чертями и по достоинству развивают свое эго, и очень значительно, они учатся владеть, воздействовать на энергетику другого человека, поражать их, и развивают вот эту злобность. Их очень много сейчас. И сейчас действительно многие остановятся перед вопросом, ну как же так, ведь противоборство добра и зла, если убрать зло, как же будет существовать добро? Так это и есть примитивный шаг познания философии сейчас, тех времен. У человека зла не должно понятие быть. Именно здесь сейчас есть вирус зла и противоположность. Зло должно исчезнуть, противоположность останется. Но противоположность творческая. Чтобы художнику сотворить прекрасную картину, неужели ему нужно пойти кого-то убить? Он создаст ее, и потом тут же становится неудовлетворенным ей. Он видит, что он тут сделал неправильно, тут надо было сделать иначе. Он делает следующую работу уже иначе, но он опять останется неудовлетворенным. И так бесконечно. И так он бесконечно будет развиваться и творить все больше и более лучшие произведения. Это и есть то качество, по которому пойдет все человечество. Вот та самая вечная благодать, о которой идет речь часто, да? То есть то, что ожидает большинство праведников. Вот это и есть то самое творческое оборудование, о котором мы сейчас говорили? Или нет? Или это что-то другое? То, что сейчас многие ждут благодать, это опять же великое невежество и незнание. Человек праведный – это тот, который забывает про себя и бесконечно отдает свое тепло окружающим. Если человек ждет в ответ, что в конечном итоге он получит большую благодать, его добро можно выкинуть на помойную яму. Это уже залог, а не добро. Ибо добро делается бескорыстно. Поэтому те, кто действительно выбивается к тем высотам светлым, они никогда не ждут благодати. Они всегда стремятся взять на себя страдания окружающих. И вот страдания у человека, они будут присутствовать всегда. А вот страдания бывают двуликими. Страдания за себя и страдания за людей. Одно ведет к падению, другое к восхождению. И вот какой из них выберет человек? Да, это тяжелый выбор, надо сказать. Но вот из всей нашей беседы у меня создалось такое впечатление, что, собственно, загробной жизни традиционно нет. Жизнь человеческая на Земле. И именно здесь она имеет начало и конец. Или я не прав? Я неправильно вас понял. Жизнь пока есть загробная, но она возникла как необходимая сейчас у Земли. И ад, и рай он действительно существует. Вот. Души переселяются, хотя многие христиане пытаются брать Писание, говорить, что такого не сказано. Но в то же время это было сказано и было выбрано оттуда. Так вот, этот особый закон также ныне необходим познать человеку. Об этом дано было понятие в далекие времена. И на основе этих понятий возникли разные философские творения. И именно только лишь сейчас я вам расскажу об этом законе. Как же существует душа? Под кем правилом она уходит? В ад, в рай? Как переселяется? Так вот, жизнь это есть, но развития нет в загробном состоянии. Ибо душа развивается исключительно во плоти. Для этого ей дана плоть. Но так как есть на Земле вирус зла, порожденный человеком, то сейчас на Земле как бы люди учатся бороться со злом. Те, кто научились бороться и стали неспособными нести холод, они пока отходят в кольца рая. Это более высший мир здесь у Земли, опоясывает Землю высший мир Отца Небесного. Туда уходят эти души. Пока. Ибо там у них выстраивается свой мир, своеобразный, где они также творят во благо окружающих, но развитие у них не происходит. Есть ад, это более ближе к Земле пояс. Туда попадают души, которым нет смысла давать новую плоть. То есть им дает до последней секунды Отец Небесный возможность творить. Но если он все-таки доходит до уровня, когда уже не способен развиваться, тогда они пока, опять же, уходят туда. Вот сейчас, после страшного суда, на Земле не останется ни одного того, кто понесет холод. Дьявол погибнет, ибо он питается этой злобой. Ведь эту тайну тоже нужно знать теперь человеку. Я расскажу, как это происходило. Ведь дьявола породил человек. А то, что было написано о падшем ангеле, это совсем другая тайна, касающаяся Вселенной. Так вот, дьявол должен погибнуть, иначе погибнет человечество. И, исчезнув, такие люди прекратят его питание. Он начнет гибнуть, нейтрализоваться. И через несколько десятков лет он погибнет. Тогда ад будет уничтожен, потому что он создан был исключительно благодаря его рождению дьявола. И души будут изъяты. Они претерпят вторую смерть. Духовная ткань останется. Предначертание будет выжжено. Останется нейтральная духовная ткань. Туда будет вложено новое предначертание из рождения нового человека. Но прежний человек исчезнет. И тогда же будут возвращаться из рая души на землю. Им будет материализована плоть по воле Божьей, та, которая более благоприятна. И они начнут дальнейшее истинное свое развитие на земле. Они сохранят память о прежнем? Конечно. Память все сохраняет в себе. Только ее необходимо как бы перекрывать, когда возвращается на землю. Ибо ребенок, он всегда должен видеть мир чисто, как бы не неся за собой никакой тяжести. Ибо многие говорят, а почему же так? Ведь это же так важно. Но что будет, если ребенок вспомнит, сколько он людей перебил в предыдущую жизнь? Или еще что-то? Это нельзя делать. И когда он взлетает, если уже нужно, по воле Божьей, ему будут приоткрыты те или иные стороны памяти. Но все-таки эта память, она сохраняется в душе. И она раскрывается, как только душа уходит из плоти. И вот души, которые не попадают ни в ад, ни в рай, они остаются здесь у земли, перемещаются мгновенно, со скоростью мысли, свободно. Очень страдают от того, что у них нет плоти, ибо знают ошибки свои, а исправить ничего не могут. Потому что нужна новая плоть, чтобы это исправить. Поэтому они очень жаждут ее. И многие проклинают свои ошибки упорные, которые они делали раньше. И им будет дана плоть уже по воле Божьей, а не по их выбору. И только та, которая должна составить дополнительные препятствия, допустим, в будущей жизни. Если он был настолько очень засорен, то в зависимости от его засоренности всегда плоть дается более ущербного качества. То есть более повышенными нагрузками и испытаниями в его жизни. Это всегда идет. Если он раскрылся, но еще не успел развить свои качества, плодается более благоприятное. И тогда с детства этот ребенок начинает проявлять бурно свои качества, предначертанные. Вот люди называют их в эндеркиндами. Они проявляются, но, к сожалению, они быстро гибнут. От того, что окружающая злоба, зависть, она задавливает духовные слабые ткани ребенка, и он может гибнуть. Наш город, многие люди, приезжающие к нам с большим духовным потенциалом, называют благословенным местом. То ли природные условия, то ли что-то другое. Говорят, что здесь очень хорошее место для развития духовных возможностей человека, для духовной ткани. Но сейчас вокруг нашего города смыкаются тучи. На границе идет война. Со всех сторон военные действия. Что вы можете сказать жителям нашего города? Вообще, я бы сказал вам, что эмоциональная нагрузка, эмоциональный ссор над городом очень велик. Очень велик. Это естественно, ибо приезжающих сюда очень много. Люди приезжают богатые материально. Они едут сюда лишь бы поотдыхать, погулять. Отсюда начинается очень большой разврат. И это естественно, эмоциональный ссор. Он очень толстым покроем закрывает город. Если его не очистить, то земля может проявить здесь очень суровое проявление свое, и город погибнет. У земли очень большие способности перемещать карстовые пустоты или создавать их вновь под любым городом. Почему с момента проповеди под Москвой внезапно обратили внимание, что вода исчезла, стала уходить резко в землю, организуя и образуя очень большие пустоты. Остается тряхнуть город, и часть его уйдет мгновенно под землю. Так оно может создать везде. Но я хотел бы обратиться более к вам. Ибо Отец Небесный не спасал ныне слово свое в уши ваше, а за вами остается способность внять его великому слову. Но да пусть не сбудется над вами еще раз пророчество Исаии, кое упорно гласит, слухом услышат и не разумеют, и глазами смотреть будут и не увидят, ибо огрубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. Так будьте же ныне мудры, ибо человечество ныне пошло по прямой пропасти. Но сейчас люди подошли к тому месту, где от всего рокового пути отходит одна единственная дорога, ведущая к истинному совершенству. Закон инерции, присущий многочисленному обществу, ныне сыграет роковую роль. И если вы по инерции пройдете это малоответвление, то в недалеком будущем линия вашего жития оборвется. И что вы тогда скажете о судьбе своих дедушек малых, кои по воле холода своих якобы более разумных взрослых не обретут будущего? Так где же ваша мудрость? Слово, которое вы слышите, это судное слово. Оно и было предначертано вам много веков назад, где говорилось, что дам вам слово, которое будет судить вас в последний день. Так будьте же мудры и достойны, воспримите слово это, не вдаваясь в пустые злословия, коими и так полны с лихвой ваши мысли. Будьте мудры, ведь духовное развитие на всей земле приходит к критическому уровню. И царство силы, в коем вы пребываете, ныне заканчивает свое существование и входит в предсмертную агонию. Земле России уготована Богом великая миссия. И именно на этой земле агония силы обретет явно выраженные черты. Дикость и ничтожество – это та западня, в которую сейчас хлынет великое множество людей, и особенно молодых людей. Для этого вам были созданы все благоприятные условия. Ежели вы не слепы, то давно могли уже узреть это могучее, огромное падение. Ведь души людей присытились холодом, который вы можете встретить ныне на каждом шагу. А холод промерзших душ увеличился настолько, что разум человеческий приходит в помутнение. Отчего земля, матушка, терпит на ней невероятные страдания. Ведь она живая. Она живая и чувствует каждого из вас. А наибольшей угрозой полного падения является то, что холод проник в детдома, дома престарелых, больницы, школы и даже в охрамы. Куда смотрит лик человеческий? Где сердце ваше? Ведь человек, имеющий скудость душевную, есть больное существо. И независимо от того, имеешь ли ты достаточное материальное благосостояние или занимаешь высокий пост в обществе, с кудой души останешься лишь существом, но недостойным сыном, земли матушки. Человек, имеющий холод душевный, не способен дать своему чаду ничего, кроме такого же холода. Разумно ли обществу сетовать на растущую злобу и ложь, если каждый из вас сам создает благоприятные условия для взрастания этих сорняков? Так где ж ваша мудрость? Оглянитесь вокруг. Мир, в котором живет плоть ваша, дом, который дал вам жизнь, стал осквернен деяниями рук человеческих. Стремление к обогащению плоти рождает холод душевный. Холод, уничтожающий слабые ростки зелени по временам появляющихся в вас. Так прислушайтесь душе своей. Неужели вы не ощущаете подступающего холода? Или же зелень в душе исчезла, наступив место лютому холоду? Садовники человечества, в коеме являются многие носители слова, многие священнослужители, неустанно продолжают сеть зерна жизни в ваши души. Но, видимо, благодатная почва становится все меньше. Или же нерадивые руки кидают зерно в почву. Ибо матерь человеческая все больше стонет под бременем сынов своих. Так где же ваша душа? Под каким слоем на носов покоится она ныне? Пробудитесь, ведь земля является единой матерью вашей. Глупыми и смешными выглядят сыновьядной матери, кои живут на одной ее площади и разделились между собой границами только потому, что одни рождены одни в одном месте, другие в другом. Стремление одного народа быть выше другого есть признак больного разума. И помните слово Отца, всякий возвышающий себя среди остальных, унижен будет. Великая скорбь начали Отца ныне небесного, взирающего на безумство детей своих, особенно среди верующих. Сколько ныне слов написано о вере, а сколько мудрства не возникло о ней. И никто упорно не хочет понять, что те писания, могучие книги, кои написаны были до сего времени, видуют вас только лишь к двум строчкам. Возлюби Бога и возлюби ближнего своего, ибо умеющий любить никогда не сделает противное Богу. Где та любовь? Из эпохи в эпоху вы передаете заповедь из уст в уста, который никто из вас еще не сотворил, так о какой же вере может идти речь? И эта заповедь зовет вас. Любите врагов своих, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и помолитесь за тех, кто гонит и обижает вас. А где та любовь? Где та любовь, которая заповедана Богом свершить? Ведь ее же на земле нет, а свыше половины человечества, верующих, говорящих о любви, это лицемерие. Явите любовь прежде всего, а потом вы смеете говорить о вере, но не говорите ранее, пока сердце ваше полно нечистот. Явите любовь, исполните то, что предначертал вам Отец, и услышите ныне последний зов, который обращается к вашим душам, назовущий вас. Станьте отныне, не способными нести холод никогда, ни при каких условиях, ни под чьим знаменем вы не имеете права отныне даже подумать о ком-то плохо. Так пусть эта звезда ныне бесконечно высияет пред вашим лицам, ступите за ней. Это и есть тот путь, который ныне ведет вас по пути вечности. Исполните последний зов. Будьте творцами. Мир вам. Счастье. Аминь. Спасибо.